Внимание, аккуратно поднимаемся в гору. Тернистый путь через поля, леса и горы. Наша съемочная группа отправляется на обзор нового места отдыха для крымчан и гостей полуострова – Зуйская застава. Находится она в Симферопольском районе, вблизи Долгоруковской яйлы. Нам предстоит пройти партизанскими тропами Северного соединения. Так называется эколого-патриотический маршрут – 18 километров пути. По Долгоруковской яйле можно, конечно, проехать и на маленьких автомобильчиках. А вот когда начнется подъем в горы, там уже по скалам может пройти только внедорожник, который будет готов к этому. По пути к месту назначения – первая и уже традиционная остановка у памятника «Путник». Он предупреждает путешественников о том, что здесь проходит граница мемориала. Начинается земля, на которой в годы войны шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Следующая остановка – место стоянки 18-го партизанского отряда. Ну, как вы видите, здесь можно встретить жеребят, коней. Эти кони, они здесь круглогодично. Вот, пасутся. А почему здесь? Потому что немножко ниже находятся родни кладошки, и они могут подойти и попить воды. Сказочная атмосфера, свежий запах хвои. У леса мирно пасется семейство диких лошадей. А проходя вглубь лесной чащи, встречаем шалаш – место укрытия крымских партизан. Мы находимся на знаковом месте, где была стоянка, еще раз повторюсь, 18-го партизанского отряда. Я же говорю, почему они здесь именно стояли. Потому что здесь был, есть родник. Минуем родник ладошки, еще десяток километров. И вот она, Зуйская застава. Это то, к чему мы так стремились. Крымские горы. Рядом лесная зона. Обустроено специальное место для разведения костра и беседка. Ознакомившись со схемой маршрута, можно смело продолжать путь. Здесь же находится и памятник Клаве Юрьевой. Это 18-летняя партизанка. Погибла она 24 июля 42-го года в результате немецкого большого прочеса. Главная цель проекта – сохранить историю и укрепить связь поколений. Лилия Исламова, Асан Ибрагимов, телеканал «Милет», Симферопольский район.